Всем привет, это IpoMaker TH80X. У нее есть вот такой экран, вот такой отсек для хранения ресивера и вот такая крутилка и нажималка. А помимо всего этого, это еще 75% беспроводная механика с интересным дизайном, которая построена на интересных свечах фламинго. За предоставленную клавиатуру выражаю благодарность компании IpoMaker. Однако этот факт не повлиял на мою оценку этого девайса. Иными словами, все сказанное в этом видео это чисто мое мнение и оно не проходило какой-либо модерации со стороны производителя или других субстанций. Ссылку на то, где купить эту клавиатуру я оставил в описании этого ролика, а также возможно в закрепленном комментарии, если конечно не забыл его написать и закрепить. Продается борт вот в такой вот простой на вид коробки. Из интересного это схематичное изображение борта и перечисление некоторых основных фич на тыльной стороне коробки. Внутри упаковки сама клавиатура, Type-C провод, пыльник, комбинированный пулер для свечей и кикапов, инструкция и три свеча аналогичных тем, что стоят в клавиатуре. Внешний вид борта, скажем так, необычный. У TH80X и форма корпуса какая-то непривычная, и подбор цветов тоже весьма нестандартный. Да и раскладка тоже это не совсем стандартные 75%. Из-за экрана и крутилки громкости мы потеряли пару свечей. Впрочем, из-за потери крайне важных кнопок по типу Insert или End лично я переживать не буду. А вот то, что у борта есть цветной экранчик, это приятно. Конечно, дизайн того, что она изображает не лучший, но зато с его помощью и с помощью крутилки над ним можно много настроить на борте. От режима работы до скорости RGB эффектов. Сама крутилка и крутится, и нажимается. И взаимодействовать с ней крайне приятно. Отчасти из-за того, что она металлическая и приятно увесистая. Отчасти из-за того, что подобранный энкодер дает понятную и приятную обратную связь. В общем, и экранчик, и крутилка мне понравились. А вот сочетание цветов же я назвал бы спорным, как и шрифт и выбранный размер символов на кикапах. Снизу же картина вполне стандартная. Есть резиновые ножки по периметру корпуса. Есть двухступенчатая регулировка наклона. Есть даже стандартный стикер с названием модели и компании. Выдвижные ножки, естественно, прорезинены, и поэтому по столу борт не скользит. Рядом с правой задней ножкой есть отсек для хранения ресивера. Он на магнитах, и ресивер там надежно держится. Но при этом вынимается без проблем. Даже если нет ногтей. А если они есть, то без риска для маникюра. Сборка борда очень хорошая. Элементы корпуса отлиты аккуратно, а стыкованы между собой предельно плотно. В руках борт ощущается монолитным и приятно тяжелым. Ну а на столе борт лежит идеально ровно и не шатается. Разбирается клавиатура очень просто. В щель между верхним кожухом и нижней частью корпуса вставляем лопатку и разделяем две половинки корпуса. Делаем это осторожно, так как половинки корпуса связаны между собой проводами. И лучше их не травмировать. Внутри можно обнаружить шумку нижней части корпуса, пара аккумуляторов в суммарной емкости 8000 мАч и вот такую плату с привычными нам всем ходсубсокетами от компании KL. Над платой еще один слой шумки, который отделяет плату от плейта. Ипо-мейкер заявляет, что в клавиатуре используется гаскет-маунт конструкция. И хотя силиконовые проставки действительно есть, по факту конструкцию сложно назвать классическим гаскет-маунтом. Металлический плейт по периметру намертво приручен к верхней части корпуса. А верхняя часть корпуса жестко стыкуется с нижней через пластиковые клипсы. Так что мягкости печати никакой нет. И максимум, что тут есть от гаскет-маунта, это эффективное гашение колебаний металлического плейта при печати. Но не более. Размер клавиатуры 75%. Правда из-за экрана и крутилки громкости сам корпус лишь на один свитч уже классического TKL-ворда. В нижнем ряде рядом со стрелками тоже любопытное отличие. Вместо трех кнопок тут всего две. Из важного для игр стоит отметить, что верхний ряд F1 и F12 несколько смещен относительно ряда ниже. Так что если используете верхние клавиши, то будет период адаптации. Ну и правый shift и блок стрелок тут сделаны более компактно. Так что играющие на стрелках будут вынуждены переучиваться. Теперь давайте взглянем на кикапы. И тактильно, и на вид они весьма качественные. По крайней мере литье предельно аккуратное, а шрифт четкий и не кривой. Правда их основной минус заключается в том, что несмотря на технологию двойного литья, оба слоя капа сделаны из дешевого и мягкого АБС пластика. Это не трагедия, но я бы предпочел за эту цену видеть даблшот ПБТ кикапы. Причем выбор именно АБС пластика мне видится тут немного странным. Ведь внутренний слой кикапов непрозрачный, так что желанной многими подсветки символов в этой клавиатуре нет. Из позитива отмечу приличную толщину стенок. Причем внутренний черный слой идет до самого основания капа, так что просвечивать капы точно не будут. Профиль у кикапов какой-то оригинальный, иппомейкер назвал его НАЕ. Мне же он показался вполне приятным и юзабельным. Подсветка у борда есть, правда толку от нее не очень много. Легенды на капах, как я говорил ранее, не подсвечиваются. А вот сами же диоды хорошие, яркости у них достаточно, переливания плавные. Ну и насыщенность выдаваемых цветов тоже хорошая. Расположение диодов южное, так что если хотите получить подсветку символов, берите капы с сайдпринтом. Теперь предлагаю поговорить о свечах и о стабилизаторах. Этот борд доступен либо на свечах Gateron, либо на ипомейкер фламинго. Конкретно у меня версии именно с фламинго свечами. Что в них особенного? Ну начнем с того, что с завода они смазаны, а длина хода чуть короче, чем обычного МХ свеча. Вместо 4 метров тут 3,8. Второй интересный момент это количество пинов, их тут 5. Так что подойдет этот свеч не каждому сокету. Зато там где подойдет, сидеть будет уверенно. Третий момент это двойная пружина, которая обильно смазана и при нажатии ведет себя абсолютно тихо. Само нажатие по ощущениям напоминает обычный обильно смазанный и высококачественный красный свеч. Так что в целом свечами я остался очень доволен. Если вам линейный свеч нравится, то советую заказывать этот борд именно на свечах фламинго. Думаю выбором останетесь довольны. В TH80X стоит плейтман стабилизаторы Cherry типа. Они обильно смазаны, так что звона скобы нет. Но вот в самом плейте стабы немного воблят. Так что если и есть место, где клаву допиливать самому, то это первое место, где я бы сфокусировал усилия. Впрочем на саму работу стабов этот момент негатива не оказывает. Нажимаются длинные клавиши плавно, без перекосов и залипаний. Ну а сейчас демонстрация печати на этой клавиатуре. В целом, если не брать в расчет звонкий отстрел пробела, печать на TH80X достаточно приятная и благородная. Конечно, помимо вобла стабов, я бы еще подумал и над шумкой для капа пробела. Ну и если уж совсем шоковать, то можно стоковые гикапы поменять на что-то сделанное с ПБТ пластика. Это несколько изменит звуковую картину борда и сделает печать чуть менее яркой и более богатой на звук. С игрой же ноль проблем. Линейный фламинго свитч прекрасно показал себя в игровых ситуациях. Контролировать персонажа и дозировать его перемещение проще простого. TH80X поддерживает Enki Rollover, так что можете хоть все 79 клавиш нажимать одновременно. Система увидит все и никакие привидения не прибегут и не украдут ваше важное нажатие. Работать клавиатуру может в трех режимах. Через кабель, через блютуз и через вот такой вот ресивер. Про кабель и его подключение особо нечего сказать. Порт расположен в верхнем правом углу и кабель менеджмента, как вы поняли, никакого нет. Комплектный кабель обычный и сюрпризов себе не скрывает. Активация блютуза происходит через комбо FN и клавиши 1, 2 или 3. Экранчик подскажет, что вы там накомбинировали. Доступно три профиля блютуз, так что клавиатура может работать с тремя устройствами и легко переключаться между ними. Режим работы через ресивер можно активировать через комбо FN плюс 4. Ну а вернуться в проводной режим можно через комбо FN плюс 5. Беспроводные режимы в ходе тестов работали стабильно и без залипаний и разрывов. Так что в этом смысле у клаве все в порядке. Питание в беспроводных режимах, как я ранее показывал, обеспечено двумя банками общей емкостью 8000 мАч. И такой емкости хватит на очень долго. Особенно учитывая, что подсветкой вы вряд ли будете пользоваться, ведь толку от нее почти никакой нет. Да, у меня есть вопросы по энергопотреблению кранчика, но если честно я не думаю, что он потребляет сильно много. Настраивается клавиатура через софт. Выглядит это программное обеспечение весьма аккуратно. Вроде в нем все расположено даже логично, но это так только на первый взгляд. При более детальном знакомстве стало понятно, что пользоваться EpoMaker Driver не очень удобно из-за не всегда удачного перевода и из-за не всегда логичного расположения некоторых элементов. Например, я далеко не с первого раза понял, как настроить дату и время на экране клавиатуры. Впрочем, я старенький и возможно со свежими молодыми умами этот софт будет дружить лучше, чем с моей тыковкой. Собственно на этом я вам рассказал все, что хотел про этот борт. Поэтому давайте подведем кое-какие итоги. С одной стороны, борт радует. У него приятный взрослый дизайн, много шумки в корпусе, просто офигенные свечи фламинго и отличная в тактильном плане крутилка громкости. Да и печать по звуку не подкачала. С другой стороны, заявленный gasket pound тут скорее фикция, чем реальность. Пробел громкий, шрифт на кикапах пусть и четкий, но с дизайном на любителя. Да и материал кикапов не эталон. Оба слоя сделаны из ABS пластика, причем так, что подсветки символов нет. Экранчик в дефолтном виде выглядит радужно и содержит в себе кучу полезной информации. Но структурирована эта информация на площади экрана как-то хаотично и неравномерно. Но на самом деле не все так плохо. Дает плюсов этому борду аккумулятор емкостью в 8000 мАч и хорошая беспроблемная реализация беспроводной связи. Да и сборка в целом тут весьма хорошая. Поэтому EpoMaker TH80X это скорее удачный продукт, чем нет. Печатать на нем действительно приятно. И если вас не смущают те недостатки, что я обнаружил, и нравится внешний вид этой клавиатуры, то причины не брать этот борт я, если честно, не вижу. Ну и на этом, пожалуй, пришло самое время мне и закругляться. Спасибо, что смотрите мои видео. Если то, что вы сегодня увидели, вам понравилось, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от CustomMate, с продаж которого я получаю небольшую комиссию. В общем, сегодня, как и всегда, у микрофона был я, Тушел. Всем пока и до скорой встречи на канале ProDevice. Субтитры сделал DimaTorzok